Мы должны высказать нашу позицию и, таким образом, найти понимание и определенную поддержку в данном случае. Я сейчас попробую объяснить, в чем наша принципиальная позиция. Вы уже рассудите, а если вы посчитаете, что это неправо, то сообщаем вместе, тогда уже примем правильное решение. То, что произошло с уважаемой журналистом Барбароши, произошло 11.07.2013 года во время проведения законных следственных действий, которые проводили следователи с сотрудниками группы в помещении техноконтракта. Почему они там проводили обыск? Всем не безызвестная ситуация, которая произошла 15 мая 2013 года, где в лифте дома, где проживал гражданин Зубатин, было обнаружено его тело с огнестрельными ранениями. Оперативные разрушительные мероприятия под разделением УБУК был установлен гражданин, который, как было его взаимоотношением с непосредственно потерпевшим гражданином Зубатином, дало возможность предполагать, что он, возможно, является причастным к совершению данного убийства. Говорить о том, что он исполнитель, либо заказчик, либо еще какой-то звенок данной цепи, сложно, но то, что он имеет определенное отношение к этому, те оперативные мероприятия, которые были проведены, дают основания предполагать в полной мере, что было и предоставлено в суд, где суд на законных основаниях выдал разрешение на проведение обыска по месту работы непосредственно нашего фигуранта, подозреваемого, скажем так, назовем его гражданином Н, где и был проведен обыск. Во время проведения обыска по непонятным причинам оказалась именно гражданка Барбарош, которая проявляла активные действия. На наш взгляд было разъяснено, что в данном случае проводятся следственно-оперативные действия законные с разрешением суда, что они проходят в рамках уголовного производства по подозрению в совершении убийства. В принципе, все мы с вами понимаем, да, это тяжкое преступление. Тем более, будем откровенны, даже прибыв сюда Николаевскую область, первым делом, и оперативные сотрудники, и граждане сетовали на то, что в Николаеве, Николаевской области действует организована преступная группа, от которой просто нет сил нигде укрыться. Везде существует ее влияние преступное и на частный бизнес, на средний бизнес, на крупный бизнес, а также их щупальцы этого спрута, ОПГ, проникли и органы местного самоуправления, и областную государственную администрацию. То есть они создают определенную дестабилизацию криминогенной обстановки, ну и также серьезное, скажем так, влияние на экономическое развитие и основу Николаевской области. И небезызвестные в открытую это и выцелеса от массовой информации в местных николаевских средствах озвучивались эти проблемы и в открытую назывались данные подозреваемые. Опять же, наш подозреваемый М, подозреваемый Г, будем так называть их, где непосредственно располагался их офис, техноконтракт, где, в принципе, проходил опыск. И было основание предполагать, то есть прошло немного времени, это был штаб-квартира их, где, возможно, хранилось как оружие, так и какие-то документальные материалы, которые могли быть основанием в подтверждении причастности совершения данного преступления, потому что потерпевший был бизнесменом, который занимался оптом торговли овощей и фруктов, а данная группировка отжимала весь бизнес, который возможен, любой прибыльный, и также пыталась каким-то образом влиять на криминогенную обстановку и повлиять всеми криминогенными ситуациями в городе и в области. Все это прекрасно знают и понимают. Все знают, что это за офис, кто хозяин этого офиса, на основании чего проводится там область, то есть основание вполне серьезное, и все как один ждали от органов внутренних дел, когда же все-таки насторжествует справедливость, и милиция будет заниматься законным путем в рамках их профессиональных и правовых действий этим вопросом. И в данном случае каждый из вас, допустим, как гражданин, как журналист, требующий справедливости и прозорости проведения данных мероприятий, в данном случае такую миссию можно было бы сопровождать и наоборот взять даже под контроль и не дать возможность спустить на тормоза и наконец-то, чтобы все-таки насторжествовала справедливость. Но действия журналистов больше были направлены на, скажем так, не прозорое, а объективное освещение, или, допустим, понимая это и страдая, а явно было препятствие. Почему я так говорю? Потому что я могу это сделать вывод от системности действий уважаемой гражданки Барбароши. А скажу почему. Далее, после проведения данного обыска, понятно, что поступило ряд заявлений со стороны Барбароши, но распрепятствия ее деятельности, значит, со стороны сотрудника, но если у нас народный депутат забивает человека, допустим, или нарушает мышцу, под, скажем так, прозорым оком журналистов его притягивают к ответственности, потому что не можешь не притягивать к ответственности. То же самое и журналист, он его укусил за палец сотрудника милиции. Укус есть укус. Главное, если он говорил, оброжал ее там, это одно, она могла обратиться, но уже открытые действия нанесения интересных повреждений, в любом случае любой человек согласно законодательству обязан нести ответственность. Ну, так или иначе, проходит время, данная ситуация вроде бы успокаивается, прекращаются эти производства, вроде находится общий язык, но сотрудники ОБО продолжают работать по документированию преступной деятельности организованной преступной группы гражданина МГ. Поступает, после проведенного, значит, вот этого обыска, опять же, определенной шумихи, попали в средства массовой информации, это вот события этого обыска, опять же, благодаря вам, то, что произошла информация о том, что там проходит обыск, и как раз те потерпевшие, которые ранее были владельцами данного помещения, у которых незаконным образом был посланного отжата, это помещение, тем же всесильными, всемогущими М и Г, наконец-то эти потерпевшие, у которых забрали это помещение, которые строили его, были владельцами этого помещения, видят, что сотрудники милиции не боятся, единственные, кто что-то делает по поводу того, чтобы как-то остановить эту преступную группу, пишут заявление о том, что вы уже, раз вы уже там обыск делаете, вас ничто не останавливает, есть какая-то поддержка, спасибо вам, давайте разбирайтесь дальше, у нас это помещение было незаконно, забрали, соответственно, возбуждается уголовное производство, проводим дальше мероприятия, и есть основания провести повторный, необходимо провести повторный обыск в данном помещении, для того, чтобы изъять документы, которые являются основанием приобретения данного помещения, якобы законного, а там был ряд проведенных манипуляций, которые незаконны, отжать этого здания. Опять ОПОП идет туда, опять на законных основаниях, с получением разрешения на обыск, санкции суда, со следователем, с поднятыми, и уже конкретно идет бухгалтерия, вы все прекрасно понимаете, что бухгалтерия, это всегда, если человек действует законно, и ничего не боится, есть адвокат, почему-то не адвокат вмешивается во все это, адвоката там нету, потому что они прекрасно понимают, что адвокат ничего не сделает, все законно делает, и они находят тогда какую-то другую силу, которая может во всяком случае напугать и приостановить, и каким-то образом сдержать законную работу сотрудников областного управления по борьбе с организованной преступностью, с документированием и борьбой с ОПГ. И происходит очередной, и опять же, на этом же обыске опять появляется, опять начинается скандал. Хотя, дальше при изъятии, осмотре, проведении обыска, изымаются интересные документы, по которым мы дальше сейчас работаем, занимаемся, и которые, скажем так, дают небольшую нам зацепку, дальше ввести расследование по использованию незаконно использованных бюджетных средств, полученных незаконно, скажем так, при проведении тендоров соответствующими заинтересованными фирмами, которые там были найдены, документы, и есть основания, то есть, понятно, что данные документы цепляются собой. То есть, не только действия организованы преступной группой, но и причастности некоторых лиц, сотрудников, как и областной государственной администрации, так и местной Николаевской администрации именно вот бюджетных средств, помещений, земли, и так далее, и тому подобное. Я до конца вам не имею права все рассказывать, потому что уголовное производство еще ведется, проводится ряд оперативных разыскных мероприятий, которые мы имеем, поверьте, если я уже выступаю и говорю, то есть на это основания имеются документы, пока они еще засекречены, но по окончанию реализации, скажем так, будут основания их легализовать, оперативные эти мероприятия, и уже показать соответственно суде все, о чем я говорил, то есть это больше раскроется шире, и вы до конца поймете, о чем идет речь. Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова